У меня был первый курс, я поступила на первый курс, я отучилась один день. Я сходила на тур с лед, и все, и потом я пропала. Я, мне кажется, до сих пор не верю, что у меня был именно рак. Я понимаю, что у меня была болезнь, которая просто перевернула всю мою жизнь, жизнь моих родных. Именно это слово, оно просто раньше было таким страшным словом, когда кто-то говорил, там, у меня рак. А для меня сейчас это слово совсем не страшное. Было очень тяжело в плане, чувствовала себя, ну, вот овощем. Я просто не принимала, на самом деле, то, что вот я болею, что я лежу. И спустя, наверное, только месяца три я взялась в себя в руки. Я себя, на самом деле, полюбила вот такой, без ресниц, без бровей, без волос, благодаря своей семье и друзьям, которые каждый день мне говорили, ты красивая, ты красивая, ты красивая. Химия, она ничем не пахнет. Она просто убивает все хорошее, все плохое. И как-то тоже помню день, у нас пара лекционная, две группы вместе. Я сижу, и понимаю, что мне очень жарко. Ну, как бы в шапке. Я такая, когда же наступит тот момент, когда я смогу ее снять и ходить, ну, просто лысой. И я сняла, и я просто помню, все вот так смотрят. Я такая, так, ладно, спокойствие. Я чувствовала, что я себя хорошо чувствую. И мне казалось, что если я себя хорошо чувствую, то со мной все хорошо. Зачитываем с папой, с бабушкой, что вы здоровы. Ну, там, конечно, так не написано было, там написано. Не обнаружено. Ну, все, я звоню мамочке. Говорю, все, мы едем домой. И все, приехали в Сургут. Задавала себе вопрос, за что? Ни за что. Рак пришел в мою семью, даже не ко мне, потому что он пришел ко всем. Чтобы мы стали сильнее. Это нам в любом случае что-то дало всем. Химия была, но мы расстались. Химия была, но мы расстались.